Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам продолжают патрулировать акваторию реки Печора около Наринмара. Это излюбленное место рыбаков, которые не боятся тонкого льда и выходят ставить сети. Между тем, официально открытых ледовых переправ в регионе еще нет. Они будут открыты, как только толщина льда достигнет необходимого минимума и установятся низкие температуры. Три дня назад Макарова ушел в Буран. Вот здесь провалился. Ура, до сих пор тут! Уговаривать рыбаков покинуть опасное место – привычное дело для сотрудников МЧС. Каждый ледостав находятся смельчаки, которые, несмотря на предупреждение спасателей, выходят на неокрепший лед. Особенно опасен судовой ход, оставленный кораблями, недавно заходившими в порт Наринмара. Именно в таком месте недавно провалился под лед житель Макарова. Ему удалось выбраться из воды, а вот снегоход так и остался под водой. Как показали результаты патрулирования, несчастный случай не останавливает любителей подлёдного лова. Только за один час в акватории Печоры инспекторы встретили более 30 человек. «Когда вы уходите на лед, спокойствия за свою жизнь нету?» «Конечно есть». «А с какой целью тогда уходите?» «Проверили?» «А как проверяете?» «Течнюю пробей». «Всё. Спереди. Улетки». По словам спасателей, вес одного человека выдерживает лёд толщиной от 7 сантиметров. Для выхода группы толщина льда должна быть не менее 25. Но у рыбаков с собой ещё снаряжение, что существенно увеличивает давление на поверхность. С учётом недавней оттепели и плюсовых температур, прочность льда существенно снизилась. Опасные места могло занести снегом и заметить их практически невозможно. «Сейчас почти ежедневно выезжают на лёд. Сами видите, на лицо. Кругом одни рыбаки, они ставят сетки. Людей ничего не держат. Постоянно выезжаем, беседуем, проводим беседу. Кто-то это осознаёт, кто-то нет». Также инспекторы и спасатели проводят лекции в школах и учреждениях профессионального образования. Когда можно выходить на лёд, как помочь человеку, уходящему под воду и номер 112. Об этих вещах можно услышать от каждого спасателя. Но принять решение, выходить на лёд или нет, может только сам человек.